Романтики с большой дороги. В Никеле продолжается расследование уголовного дела, согласно материалам которого жители районного центра подозреваются в разбойном нападении на граждан Норвегии. Случилось это 4 февраля на участке автодороги между Салмиярви и Заполярным. Тревожный сигнал в дежурную часть МВД России по Печенскому району поступил от сотрудников пограничного управления. К ним за помощью обратились трое жителей Королевства Норвегия. Пострадавшие были напуганы, ведь такое они видели только в плохих кинофильмах про нашу страну. Гости нашей страны, жители Королевства Норвегии, ехали, возвращались к себе домой. Их подрезала автомашина «Волга», в которой находились четверо жителей поселка Никель. Они незаконно предъявили требования гражданам Норвегии передать им какие-либо материальные ценности. Норвежцы ответили отказом. Наши потребовали в грубой форме, им были переданы 500 рублей и 70 норвежских крон. В считанные минуты полицейские вместе с сотрудниками погрануправления ФСБ организовали оперативно-розыскные мероприятия. В результате удалось установить марку и госномер автомашины, на которой передвигались подозреваемые в разбое. Чуть позже обнаружили и их самих. В ходе РМ они были задержаны, дали признательные показания, изъято вещественные доказательства. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 162-й части 2-й, это разбой. И ведется следствие. Потерпевшие являются жители Королевства Норвегии. Граждан Норвегии было трое. Двое проходят теперь по уголовному делу в качестве потерпевших. А одна, по информации следствия, журналистка норвежского издания, как свидетель. Полицейские говорят, женщина прямо в отделе полиции стала что-то писать в интернете. По всей видимости, делясь с общественностью подробностями этого инцидента. Еще бы, столько сил и времени тратится на развитие дружественных отношений, а тут такая история. Но сотрудники правопорядка убедительно заявляют, иностранцев подозреваемые увидели на одной из автозаправок случайно. И все дальнейшее происходило только на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Другими словами, наши были пьяны, что-то не поделили с соседями и решили их таким глупым образом наказать. Для Печенского района данное преступление не характерно. Это, ну, скажем, глупый поступок вообще. Ну, единственное, которое ляжет пятном на Печенский район. Потому что все пытаются наладить какие-то приграничные отношения с норвежцами, с норвежской стороной. Ну, данный случай, он, конечно, чуть-чуть подпортит нашу репутацию. Единственное, что хоть каким-то образом смягчает ситуацию, и это отметили сами норвежцы, оперативность, с которой действовали пограничники и сотрудники полиции, задержав пьяных злодеев по горячим следам. Вернуть, правда, удалась лишь часть похищенного. Продолжение следует...